Родился я в Санкт-Петербурге, ну тогда еще в Ленинграде, потому что мои родители там учились. Потом по распределению они приехали в Таллинн. Так получилось, что практически всю свою сознательную жизнь я прожил здесь. И если говорить о территориальной какой-то географической привязанности, то я считаю своей родиной Эстонию. Но при этом я носитель русской культуры, именно потому что мой родной язык русский. То есть как-то, я думаю, что это является, наверное, главным определяющим фактором, благодаря чему я могу относить себя к русской культуре. Соответственно, мне ближе все то, что является русским. Насколько важно сохранить свою этническую или национальную культуру, находясь на территории другой страны, живя там, родившись там? Я думаю, что это важно вне зависимости от того, на территории какой страны ты находишься. И даже те люди, которые называют себя космополитами, человеками, людьми мира, они, наверное, в определенной степени кривят душой. Потому что так или иначе, какая-то культура должна быть первичной. Это замечательно, когда человек может впитать в себя и вобрать в себя элементы самых разных культур, языков и так далее. Но все-таки что-то остается первичным. Для того, чтобы ее сохранять, что нужно, на твой взгляд? Кто это должен делать и откуда это идет? В первую очередь, это все, конечно же, зависит от самого человека. Безусловно, внешние факторы, внешние раздражители, назовем их так, как то образование, на каком языке он его получает, среда, в какой среде он общается, в том числе языковая среда. Это все тоже важно, это все оказывает влияние. Но мне кажется, что человека, который хочет сохранить свою культуру, хочет сохранить свою идентичность, очень тяжело переломить даже под воздействием этих внешних раздражителей. Поэтому в первую очередь все идет отсюда. Ну а дальше можно смотреть с самого рождения. Тогда получается, в первую очередь влияние оказывает семья. Потому что до того момента, как этот маленький человечек пойдет в детский садик, все-таки он уже начинает говорить, уже начинает что-то понимать, каким-то образом, если зачувствовать этот окружающий мир. Это все происходит через родителей. Дальше образовательно-воспитательные учреждения, детский сад, школа, университет. Вот, наверное, в такой последовательности. А если считать важным что-то, или менее важным, или более важным, то получение среднего образования на родном языке, насколько это важно? Ну, если мы затронем больной достаточно для Эстонии вопрос образования на русском языке, то я считаю, что у человека в первую очередь должен быть выбор. То есть мне не нравится, когда у нас русские школы категорически заявляют, что мы не хотим переходить на эстонский язык обучения, нам это не нужно. Мне категорически не нравится, когда эстонское государство пытается насаждать в школах обучения исключительно на эстонском языке. Не важно, чем это мотивируется, не важно, какие аргументы приводят в защиту того или иного мнения. Мне кажется, что у человека должен быть в первую очередь выбор. А что касается моего личного мнения по поводу того, на каком языке нужно получать образование, то я думаю, что образование нужно получать на родном языке. Если у тебя нет на этот счет иного мнения, и ты мне считаешь как-то по-другому, но вот мое личное мнение, что образование нужно получать на родном языке, и это никоим образом не препятствует хорошему знанию других языков. Таких примеров мы знаем множество. Ты говоришь, что ты русский, являешься носителем русской культуры. А что это для тебя значит? Вот именно это говорить на русском, работать в учреждении, в коллективе русском, отмечать праздники, изучать историю, в конце концов говорить на языке. Что это для тебя? Ну все в комплексе, наверное. Легко ли быть русским в Эстонии? Легко ли быть молодым? Легко ли быть русским в Эстонии? Вопрос, конечно, интересный. Я с конца начну насчет того, легко ли быть русским в Эстонии. Я не скажу, что это сложно. Где тут могут объективные сложности встретиться на нашем пути? То, что я не могу прийти в магазин или в ресторан, допустим, и совершить покупку или сделать заказ на русском языке, потому что продавец или официант меня не поймет, но это глупости. Мы все-таки в Эстонии живем, и к этому нужно, соответственно, с пониманием относиться. А в остальном, что значит легко ли быть русским? Сохранить свою культуру, оставаться русским. Я могу ходить здесь в русский театр, могу смотреть постановки приезжих коллективов. Сюда постоянно мотаются с гастролями и концертами различные российские знаменитости. Мне не составит труда пойти в библиотеку, взять книгу на русском языке, ознакомиться с творчеством русских живописцев, скульпторов и так далее. У нас показывают российские каналы, по которым идут российские фильмы, передачи. То есть в этом отношении никаких совершенно сложностей нет. Это все придуманное, наверное. А что касается того, что именно означает быть русским, быть носителем этой культуры, то, опять же, наверное, все в комплексе. То есть в первую очередь, конечно, идет от языка, как я уже говорил. И, разумеется, это и знание истории своей культуры, своего народа. Это и принадлежность к культуре, ментально, в том числе и современной. То есть как бы мы ни относились к тому же телевизору, как его называют, зомбоящику, и тому, что там показывают, что там идет. Это тоже нравится, не нравится, но это часть культуры. Давай возьмем эту культуру в кавычки, но тем не менее. И это тоже надо знать и чувствовать. Вот это я, наверное, подразумеваю. А насколько детям нашего поколения, я имею в виду детям, нашим детям будет легко оставаться или сохранить свою культуру? Ну, им, конечно, сложнее будет, чем было нам. И в первую очередь, я здесь вижу опасность, это не касается только русских, это касается всех, и эстонцев, и чукчи, и англичан, и евреев. То есть опасность заключается в том, что люди сейчас меньше читают. То есть вот если говорить о себе, то большую часть вот той самой русскости, той русской культуры я вобрал в первую очередь посредством чтения. Сейчас книги читают очень мало. Надо смотреть фактом в лицо, что называется. Но здесь опять же, все в комплексе надо рассматривать. Откуда это идет? Это идет из семьи. Вы читаете своим детям книги? Вы можете сесть с ребенком и прочитать ему сказку вслух, если он сам еще не умеет читать, или заставить его прочитать эту сказку? Или вы просто включаете телевизор и идете в другую комнату заниматься своими делами, а ребенок может провести 2-3 часа перед этим ящиком, и не нужно ломать голову над тем, чем его занять? То есть это глобальная проблема? А та ситуация, которая сейчас развивается, меняется в Эстонии? То есть есть ли какие-то опасные тенденции, я имею в виду опасные или не опасные, что можно сделать по-другому для того, чтобы сохранять культуру, скажем, вот твоя дочь, насколько ей будет легко или тяжело? Вот ассимиляция, это является той самой большой опасностью, которую можно подстерегать русскоязычное население здесь в Эстонии. В свое время я беседовал с профессором Исаковым, уважаемым в Эстонии человеком, преподавателем Тартуского университета. Он выдвинул теорию, которая мне очень понравилась, что у русских в Эстонии есть, по сути, 4 пути для того, чтобы существовать в эстонском обществе. Первый путь – это интеграция в самом благостном понимании этого слова. И это то, к чему хотелось бы стремиться, то есть сохраняя свой менталитет, свою культуру, свой язык, при этом органично сосуществовать в эстонской культуре. Безусловно, знать эстонский язык в первую очередь, ну и все остальное, прочитающийся. Второй путь, третий и четвертый, которые, разумеется, мне нравятся гораздо меньше, это сегрегация, маргинализация и ассимиляция. Ни в одном из трех перечисленных я не могу увидеть плюсов больше, чем минусов. То есть сегрегация, предполагающая, что мы будем здесь жить своей вот такой вот могучей кучкой, абсолютно зашоренной и не обращая внимания на то, что происходит вокруг нас в эстонском обществе, это путь тупиковый. О маргинализации вообще говорить не хотелось бы. То есть оказаться где-то на помойке истории, грубо говоря, это очень печально. Ну и, наконец, ассимиляция, о ней я уже немножко сказал. То есть в итоге, через несколько поколений, в итоге ассимиляции мы получим эстонцев. Уже чистых эстонцев никто не будет вспоминать, что какая-то бабушка или прабабушка у этого человека была русская. Но в первом и во втором поколении мы будем получать странных таких людей. О них, кстати, очень хорошо написал в Эсте Эксперс колумни Сандрес Райт. Он их назвал по-эстонски «либо хундит». То есть это вот такие оборотни, которые не являются ни русскими, ни эстонцами, по сути. Кто это, что это, мне кажется, это не очень хороший путь. От кого это зависит, в какую сторону нас понесет или уже несет? Ну, конечно, у нас есть люди, которые принимают решения. Это наши политики. Но, как бы это ни пафосно звучало, политиков выбираем мы. И каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. И в этом отношении все зависит, опять же, и от нас в первую очередь. И потом, какой бы сильной ни была политическая воля, все-таки при наличии собственного мнения, собственных каких-то желаний и устремлений, политики ничего сделать не смогут. А есть ли перспектива именно сделать упор на молодых? Ну, на них в первую очередь и надо сделать упор. А может быть, им это уже совсем не интересно. Мы сейчас читаем, проводим опрос, читаем ответы. И они, конечно, пишут, что это очень важно. Но жизнь говорит о том, что это не важно для того, чтобы выжить в этой ситуации, выжить, быть успешным. Тебе это не нужно. Откровенно говоря, мне тяжело говорить за молодых. Я, конечно, человек не старый, но к молодежи, наверное, в том понимании, которое ты имеешь в виду. То есть это люди, наверное, 15-26 лет. 15-26 лет. Да, вот к ним я уже все-таки не отношусь. Я не знаю, к сожалению, или к счастью. Поэтому за них мне, разумеется, говорить трудно. Но здесь есть такой нюанс. Откуда они знают, что им важно? Откуда они знают, к чему нужно стремиться и каковы вообще идеалы этой жизни? Исключительно от нас, от представителей старшего поколения. Потому что человек начинает мыслить самостоятельно и принимать какие-то решения касательно вот таких вот вопросов, о которых мы сейчас говорим. А это вопрос глобальный и достаточно серьезный. Я думаю, что ну никак не раньше, чем годам к 18. Да, не знаю, до окончания школы мне ни разу в жизни не вставал вопрос, наверное, о том, что я, кто я, русский в Эстонии, какие здесь сложности, проблемы, что делать с языком и так далее. Да вообще я на эту тему не запаривался, извините за выражение. Я ходил в школу, получал оценки, учил эстонский язык, думал, куда мне пойти учиться дальше. И потом, когда я уже выбрал журналистику и стал все больше и больше погрязать в этом болоте наших местных проблем, вот тогда уже я стал об этом задумываться. А вот насколько важно иметь СМИ, средства массовой информации на языке нацменьшинств? Ну, мы говорим о большой группе русских, но есть и другие. Но, тем не менее, насколько это важно или нет? СМИ – это часть культуры, о чем я уже немного сказал в начале. Ну, есть российские СМИ. Но это все-таки их культура. Надо делать скидку на то, что у нас здесь культура все-таки своеобразная. Мы находимся, так или иначе, на периферии. Это не плохое слово, потому что и периферия очень много дает метрополию. Но наша ситуация уникальна, это надо понимать. И российские СМИ, они не говорят о наших проблемах, о том, что нас здесь интересует. Если мы посмотрим, что те же самые российские каналы говорят о проблеме сохранения русскоязычного образования в Эстонии, то это оголтелая пропаганда. Это такая чушь, которую сведущему в этих вопросах человеку просто стыдно слушать. И кто, как не местные русскоязычные средства массовой информации, могут давать более-менее объективную картину происходящего? Совсем объективной картиной ее вообще быть не может по определению. Мы все понимаем, что журналист объективным быть не может. Объективность – это некий жупер, который ставится в угловую угла. К этому надо стремиться, но можно быть в лучшем случае беспристрастным, но никак не объективным. И поэтому, безусловно, русские СМИ играют, на мой взгляд, очень важную роль. И в первую очередь газеты. К сожалению, сейчас ситуация такова, что молодежь газет практически не читает. Отчасти в этом виноваты и сами газеты, которые, может быть, не идут. То есть это самокритика сейчас? В определенном смысле, да. Скажем, что касается нашей газеты МК Эстонии, то, по крайней мере, исследования аудитории показывают, что и молодежную аудиторию нам удается захватить. Может быть, не 15-летних, но 20+. Это все-таки те люди, которые хотя бы изредка что-то читают из наших публикаций. Но тут надо, опять же, смотреть и в контексте вообще современного мира, когда все больше и больше те же медиа уходят в онлайн. И тут тем же газетам нужно, очевидно, вводить какие-то новшества, приходить, наконец, к пониманию того, что конвергентная редакция – это будущее средств массовой информации. В Эстонии, к сожалению, этого еще никто не понимает. Не только русские, но и эстонские СМИ. То есть этого практически нет у нас. А то, что есть, это по сравнению с передовыми западными технологиями жалкие попытки подражания. Но это все дело ближайшего будущего. Я думаю, что уже лет через пять ситуация изменится.